А вот я знаю. А знаете, самая первая мысль какая про вас? Ох, как меня бесит этот дед. И моя бабушка похожа на этого деда. А дед молодец, молодец. Ну это у вас первая мысль. Она изменилась или нет? Нет. У меня бабушка меня всё детство бесила, но она молодец. Она правильно на меня шпыняла, как и вы шпыняете всех молодых, чтобы учились. Да. Это правильно. Я же не свои слова говорю. Я всем показываю такую книгу, чтобы имели. Это не мои слова. Это Господь сказал, что умер Христос за наши грехи. Показь и начни жить по-новому. Живи для Бога. И у тебя будет всё по-другому. Я... Слушаю, слушаю. А вы на нашем ютубе бывали? Да, да. Я оттуда вас не знаю. Ну вот. Я сегодня поставил. Интересные беседы были с мусульманами. Три ролика с мусульманами. Они же по-своему. Да ну, у нас другая книга. Я вот так беру и показываю. Ой, это наша. Что считать? Коран. Я говорю, считай, он не может. Я говорю, а тут ты баран. Что ж ты не можешь считать-то? Мы должны считать свою книгу. Мы вернули. А вы давно уже вот этой рулеткой-то пользуетесь тоже? Да. Здесь не до 10 октября. А до этого... Ну, я уезжал на 4 месяца в деревню. А там интернета такого нету. Ну, и там я месяца полтора был. Вот сейчас у меня уже 70 роликов здесь. Но тут нехороших много очень. 50% голые мужики. А процентов 85 мусульмане. Да, да, да. На толковых людей редко попадаются. Ну, попадаются. Вот если нас зайдете, увидите, как мы сейчас беседовали с мусульманами. Я все уже выставил. Очень хорошая беседа. А я, получается, родом практически рядом с вами. Я с восточного Казахстана. Да, соседи наши. А Лениногорск далеко от вас? Лениногорск рядом, Усть-Каменогорск. Да. В Лениногорске я проходил практику, когда учился в строительном техникуме. Мы нас в тайгу отправили. Мы там как леспромхоз строили. Ну, ну, ну. У меня все деды сели оттуда. С Казахстана. А как ваша деревня-то называется, я забыл. Потеряевка. Потеряевка, точно, да, да. Это первый, первый Потеряев. Вот, которая поселенца там была, Потеряева и Ведокия Титовна. Они были раскулачены. Она вот неделю назад умерла только. 103 года было. Ну, я смотрю, вы что-то к гостям как-то относитесь. Отрицательно или как? Каким гостям? А, вот. Смотря к каким гостям, да? Да, он не гость. Он не гость. Он просто свое ищет. Он никакой гость. Его никто не звал. Какой он гость-то? А незваный гость, говорит, хуже татарина. Пословица говорит. Шура, ответь там, Шура. Скажи, я на обходе. А я на Ямале сейчас живу. Так вот, вы по скайпу зайдите. Мы там побеседуем. Я там все ресурсы скину вам. По скайпу. Игнатий Лапкин. Больше ничего не надо. Я один с этой фамилией и именем. Вас как звать-то? А вы конференцию устраиваете? Вас как звать-то? Иван. Иван. Что-то я не знаю. Иван, то ли господин или что-то, или благословенный. Что-то такое, божественное. Ну, когда крестили меня Иван, дали имя. Ну да. Не благодать Божия? Нет? Может быть так. А ну-ка, дай-ка минуточку. Сейчас я календарь загляну. Сейчас. Сейчас я гляну здесь. Иоанн. Так. Плотную подходим уже. Ух, Иоанн. Сколько-то. Конца края не видать. Благодать Божия по-еврейски. Правильно. Володя прав. Благодать Божия. О-о-о. Вот так хорони это. Для Бога живи. Горе-то какое будет людям, когда они уверуют во Христа. Спасение даром дал. Покатитесь, веруйте в Евангелие. Оно приблизилось к вам Царство Небесное. В лице Иисуса Христа. Он возлюбил нас, когда мы были грешниками. Разбойник рядом висел. Разбойник людей убивал. А Христос прибитый, он прибитый. И Христос ему сказал за то, что он говорит, помяни меня в Царстве. То он говорит, ныне же будешь со мной в раю. Вот так. Так что... Детский лагерь-то у вас еще есть, да? Нет. Детей отправляют. Пришлось размонтировать. Почему? Роспотребнадзор. А вот когда в Сямо озере там в Карелии утонуло девять ребятишек. Девять. И Путин, президент страны, дал указание проверить все лагеря. Ну, а им только указания дай. А этих-то там сколько? Я не знаю, это 300 тысяч, что ли, этих работников-то. У нас в стране, я попутно сказать, чиновников в три раза больше, чем сухопутных войск. Ну, они теперь приехали, везде лагеря закрывают, и штраф. Миллион, полтора, миллион, полтора. Ну, и меня тоже начали тут трепать. У меня 45-й год идет уже лагерь. Без помощи государства. Тысячи детей. Они начинают привязываться. Главное-то признать, что дети не больные за 45 лет. Больные, которые приехали, выздоровели. Ни один не потерялся, ни один не утонул. Сытые, довольные. Что еще надо? Ну, начали... Ну, да, я смотрел, условия там хорошие. Так мы готовили, как детей. Мы знали, что они к нам приедут. И показывали, как убегать надо, что... И все это узнали, ТВ-24. Афанасья Ивановна прилетела тут со своими, с аппаратами, все снимать-то. Ну, и показывает, как у нас было. А потом, или полиция приехала, точно так же спрашивает, те же слова. А уже детей нету. Мы спрятали, увели такими путями. А в других местах они детей брали. Сажали в автобус. Жара не пить, ничего не дают. Я ни к одному ребенку не разрешил прикоснуться. Ну, и напали. Напали. Недостатки нашли. А какие недостатки? У кастрюли, у крышки, эмаль меньше ноготка отбитая. Ну, какое же это нарушение? Ну, уронили. А у меня полжелезника в корабле. Ну, что они сделали не так-то? Я конкретно спрашиваю. Дальше... Да закопались просто в платные лагеря, теперь отправляют. А у вас там что, свежий воздух, красота? В деревне сделали пруды, купаться, где пирс, огорожено поплавками, спасательные жилеты. А кто вам разрешил купаться? Я говорю, как еще? Пруд божий, вода божья, дети божьи. А у вас есть разрешение? Санэпидемстанция разрешила? Я говорю, 200 лет купаются здесь. Потерявки 200 с лишним лет. Ну, то есть, это привязывается прямо несовершенно. А сколько жилетов, мы сказали, мы ими не пользуемся. Почему? Потому что лодка у нас. Без взрослых не купаются. Где купается, огорожено рядом. Не умеют плавать, он не будет, с ним лягушатики занимаются. Они ничего не могли найти. Ничего. Ну, и понял я, что уже ничего не... Они сразу в суд подают. Раз нашли недостаток, они в суд обратились, чтобы на три месяца меня закрыли. Лагерь закрыть. А подали на 10-й день. А я на следующий день собрал жителей Потерявки и сказал, я основатель лагеря. Постройки все передаю в Потерявки, деревни. Детей развожу, а пока их по деревне распределил по домам. Лагеря нету. Обслугу распустил. А они подают в суд, не зная. А лагерь раньше деревни возник на 19 лет. А им надо, чтобы не меня штрафовать, а деревню. А с меня еще возьмешь. У меня пенсия 8141 рубль, 33 копейки. И они никак. А судья сразу пошла, у нас адвокат свой был. Лагерь возник раньше деревни на 19 лет, почти на 20. Как деревня может отвечать за лагерь? И они никак. И все кончилось. А вы какого года-то от роду? Я? 39-е, 10-го июня. 39-е? Мне 81-й год. Бабутска с дедом 42-го. А те по матери тоже где-то 35-го, 39-го. Вот так. И они ничего не могли взять. Ничего нету. Десять дней прошло, они апелляцию больше не стали подавать. И от меня отстали. А лагеря-то нет. Теперь мы купили несколько домов, и теперь в дома приезжают люди, как в гости. А слово лагеря истребили. Но тот же порядок, так же, во сколько встают, все точно так оставили. Понятно. То есть надо переезжать на нескольких шагов тех, которые что-то делают против тебя. А я смотрел на ютубе что-то в карельских где-то лесах. Он, получается, дом построил себе, адвокат Егоров, что ли. Я видел. И вот когда я его смотрел, стали выскакивать ваши видео. А я видел его, видел. Он один там как бревна подтаскивает, как пилит, запиливает, все. Да, я помню, вроде после него стали ваши видео появляться. Может быть и так. Но у нас большой... Вот у меня ютуб 17300 роликов. Тысяч. В интернете нигде этого нет. А почему? У нас очень богатая жизнь идет. Вот эта миссионерская поездка. У меня 38 томов вышло из печати. Я решил библиотекам подарить. Из Барнолла до Владянска доехали. А потом до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика, Турция. И везде 650 библиотек посетили в городах. И подарили на 35 миллионов. Так, а сейчас вы в Потеряевке или где? Я сейчас в город приехал. 10 числа приехали. Вот, ну, послезавтра будет уже месяц, как мы вернулись. А что за город? Барнаул. А, Барнаул у вас сам. Барнаул это столица наша, Алтайская. Ну, я к себе туда, в Казахстан тоже, через Барнаул езжу. По автобусам или же поезда. Город очень красивый, чистый. Рядом ОПЬ. Новый мост построили. Красота. Машин только плохо. У нас время-то, наверное, одинаковое, да? 19.00. Или у вас на час больше? У нас 21. А, у вас два часа даже. Да. На четыре часа с Москвой разница. У нас на два, да? Я на Ямале, если за... Вон где Ямал, это далеко от нас. На севере, да. И тут мы несем Слово Божие, свидетельствуем. Говоря, что ждет людей за то, что они делают. Вот нынче у нас подготовлено крещение. По интернету приехали люди из Ливана. Из Ливана, из Германии. И 7 июля у нас крещение в озере. Это бесплатно. Не как в церкви. Ладошкой по голове платить деньги. У нас деньги нигде не фигурируют. Ни с тарелкой не ходят. Ни за крещение, ни за свадьбу. Нигде деньги не берутся. Десятина включена, и все. Ну, правильно. По-божьему. Господь Таргашей изгнал. И говорит, мой домом молитва нарещется. А вы его сделали вертепом разбойников. И поэтому сегодня сцепляют попы там все. Богат. А у нас ничего нет. У меня только старый велосипед. Но зато у меня две-то голубятни. А у них ни одной. Чего-чего? Две голубятни у меня. А у нас губернская газета большую статью на развороте написала. Написала. Интервью у голубятника берут. У злого человека голуби не живут. Это действительно так. Единственная птица и зверей только голубь. У злого человека не водятся. С прудами-то что порешали? Ну, из-за чего все. Дорого было, так его и отправили, да? Ну, как? Подняли в воду. Зарыбили. Везде рыба. Мы нынче рыбы сколько? За один заход однажды вытащили полтора центра. Так что мы рыбу здесь буквально завалили нынче. А рыбу мы отовсюду покупали. Она выросла. Караси. Карась хороший. Золотистый. Гальяна. Мы насушили на всю зиму тут. Мы много. Дорого стоит. Я фактически на прудах на дороге больше миллиона зарыл в землю. Как там скайп-то ваш называется или по фамилии? Скайп. Игнатий Лапкин. Скайп. Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете сразу. Ну, я увижу. Игнатий Лапкин? Лапкин, да. Игнатий Лапкин. И я вам скину все материалы. Там у нас и Mail.ru. Большой форум. Большой сайт. Огромный просто сайт. Там материалы, там все книги мои, фильмы, она снятая государственная. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. А второе – о моей биографии. Первое место в России. Понятно. И вы там все это увидите. Первый фильм называется «Пречувствие». А второй – «Златоуст из Потеряевки». Ну, а у меня родственники, получается, тоже в Алтайском крае. Но как на Белокурих уехать, направо уходят там Солонешная и из Тележихи дальше живут. Да. Я был там. Мы в Алтайском крае все до одного района посетили. И везде я подарил по полному комплекту. Только вокруг деревни мы подарили больше 30 тысяч евангелий. В каждый дом заходили. Я даже не смотрел, где Потеряевка находится. Надо посмотреть. Ну, посмотрите. Железная дорога из Барнаула на Кулунду, которая идет. И там станции большие. Ребреха и Корчино. Так вот между ними мы с правой стороны. Корчино – это наш сельсовет. А сейчас вы в данный момент в городе, да? Да, в Барнауле. Остановка «Подстепная» называется? Да. Подстепная. Как остановка называется? Подстепная. Под степью. Степь подстепная. А-а-а. Железнодорожная. Его было закрыли. Тогда был Немцов Борис там отодурили-то. Но мы везде обращались. И тут у «Единой России» есть свой пункт. Туда сходили. И снова возобновили. И сделали там прикрытие такое. Все это оформили. Эти власти сделали. Власть. Остановку сделали поезда. У нас другой связи-то нету с миром. Ну, каждую неделю один раз. Они приезжают молочники. Кто коров держит. Сливки везут. Творог. Что там у них есть? У нас чужого ничего нет. А один фермер, у него где-то 430 гектар. И нынешний второй зерносклад построил. Ячмень, пшеница, лен, гречка, горох. Ну, а натуральные продукты это хорошо. А сейчас он у нас в магазинах травят. Это всякое. Да. У нас знакомый в подстепной живет. Это километров, может, от нас 20-16. Евгений Долгов. Так у него 6700 гектар. Много. Новые комбайны. Но люди у него зарабатывают в несколько раз больше. Но не воруют ничего. Очень добрые. Когда мы там песок привозили, разровнять надо. Грейдер дать. Он всегда давал бесплатно. Мне голубям семечки дает. Два мешка. Я на него контрибуцию наложил. А у вас ученики откуда взялись? Тоже отовсюду. С Потеряевки? Нет, Потеряевки-то и не было, когда приехали. Ну, теперь уже, конечно, из Потеряевки. Ну, отовсюду. По интернету нынче приезжали, крестились в Казани. Очень хорошие ребята. Прямо друзьями сделали. Сиде помогают. Ну, помогают в интернете и везде. Он приезжал сюда. Вместе с женой и с отцом приняли крещение. Ну, представьте, нынче с Ливана приезжали у нас. Это откуда? В другой континент. Ну, у меня сын, он не крещен, однако надо крестить. Полное покровение, да. Два с половиной года у него проблема. Он совсем с нами не разговаривает. У меня был такой ребенок. Привезли, он заступорился. А отец убил мать на его глазах. Его там оставили, да. И он, ребенок, несколько дней голодный, около трупа матери сидел. Ну, и он не разговаривает никак. Нет, он по-своему что-то говорит, но обращенной речи нету к нам. Ну, вот. А потом, когда уже уезжать, он заговорил. У нас приезжают психологи, там, профессора. И как? Главная движущая сила лагеря, теряя с большой буквы, любовь. То есть я наказываю физически за то, что матерится. Там, крапива его прощу. Но главное это любовь. Я хочу, чтобы он другим был. Ну, дай, даст Бог, побываем у вас. Ну да, вы курите, нет? Нет. У вас лицо чистое, я вижу ее. У меня, я и не курю, и не пью. Я матушку, она у меня здесь на севере, выпивала, шибко выпивала. Так я не знал, что делать, уже кодировал, что-то не делал. Сейчас сестре отправил в Казахстан, она там с внуками занимается. Нужно, чтобы чем-то был занят человек. Тогда перестает зараза. Мы молимся, Господи, и в бедности нашей, помоги нам жить интересно и красиво. Мы никому не завидуем, не ропщим, всем довольны. Живем экономно. Мы как одна семья. Все правильно. Ну, а когда люди между собой, да, подозрительно, да, то другое, ну, что тут спрашивать? А у нас замков-то на двери нету. Уезжай, да, хоть закрыл бы, хотя прикрой его, палкой придави. Ну, так, разбалывайся. А там, бывает, проедут из другой деревни. А у нас там то эти, ну, баллоны надо зарядить, то там канистры, все подметут, все утащат. Вопрос у меня возник. Супруга-то у вас где? Вот она за стенкой. А. Вот она рядом. Утром молимся вместе. Вот я вам скину данные, когда вы зайдете, все, когда мы собираемся, как идут занятия, и на молитву, вы все это увидите. Это не за деньги мы. А тут-то не скинешь никак. А вот в скайпе я все могу скинуть. Ага. Вы вопросы подготовьте, какие вопросы у вас есть. А. Я постараюсь. Вопрос один, главный. Я там к родственникам-то, если соберусь, если у вас в лагере, да не знаю даже, когда Бог даст приехать. Летом у нас будут дети, также отдыхать будут, все купаются, работают, ну, сами себя на лодках катаются в воскресенье. Ну, надеюсь, побываем у вас. Ну, дай Бог, чтобы человек не курящий был. У нас не курят. Ну, прекрасно. Сегодня это несчастно встретишь. Вот сейчас я заходил сюда, я сразу помолился. Господи, пошли с человека, чтобы нормально, трезвый, он не хлюпал, воду там пьют, одетый был. И вот Господь сразу дал. Маленько тут промелькнули некоторые такие глупости говорили. Это от Бога. Я верю в это, я получаю живой ответ. Доказывать. Другие, да никого в рулетке нет, они все. Я говорю, нет, я уже нашел здесь больше ста человек. Больше. Бывает, бывает, попадаются. Хорошие люди бывают. Да, ну, вот видите, только вы зашли, меня узнали уже, что в интернете. И другие прям сразу называют по фамилии, на нашем Ютубе бывают. У нас часто-то занятия были. Среду, пятницу, воскресенье. В шесть часов по местному времени. Проходим по блаженному афифилакту толкование Нового Завета. Это мне Господь позволил выпустить этот трехтомник. Лучший за две тысячи лет. Лучший нельзя издать. Гюставо Доре, лучший иллюстратор. Мы раскрасили его в электронных красках. Там вообще по 752 страницы каждый том. А в Австралию посылать пришлось. В Испанию, в Америку. Недаром люди заплатили. Но 650 экземпляров из тысячи это я подарил. Потому что мне помогали люди. Я своим не считаю. Ну и все. У вас дожди там идут еще? Снега-то нет еще? Нету. Нынче вообще удивительно как. Что-то ветер дует. Но, наверное, вот-вот будет. У нас уже сугробы вовсю лежат. Ну да. Обычно у нас покров 14 октября, говорит, снег покроет. Нынче ничего не покрыло. Нету вообще снегу. Но холод завтра будет. Уже 10 градусов мороза. Да, у вас 10, а у нас ночью... Нет, завтра суббота. В воскресенье будет минус 27 ночью. Ой-ой. Холодно. Ну, это прогноз, так говорит. Но сейчас тоже уже минус 17. А мы посмотрели тут, как оленеводы там. Как они разбирают эти чумы свои. Как переезжают. Даже дома задрожал. Это надо же. А они через Урал перегоняют оленей каждый год. Это вообще. Где-то у них нарт 50, наверное. А оленей там 3000, что ли. Огромная-огромная стада. А на Алтае там моралы же. Что у нас в Восточном Казахстане. Да, есть такие, но в наших районах нету. А, ну, значит, чуть южнее. Это в Горном Алтае, там где-то ближе туда. Хотя вот, когда в Тележихе был, мы ходили в поход. Вот 49 километров в лес туда. Ближе на Бощелак. Озеро Бощелак. Да. Бощелак это село такое есть. Да, там была огражденная территория. Моралы, говорит, там были. Правильно. Правильно. Там семья одна, сейчас я фамилию не назову. Он Фоти, отец у них. Мораловод. Как они... И мы шли по Бощелаку, и там видно было, что... Вот эта Тележиха, она сейчас... Ну, живут там люди, а туда дальше-дальше в лес. Там были деревушки, но их забросили уже. Ну да, если это лес вход был, лес вырубили, и все. И дальше ничего нет. Ну, у нас-то вот, мы потеряем какие-то, у нас просторы, горизонт туда и сюда, и на четыре стороны. Земля богатая, вода близко, все хорошее. И, главное, в мире, я сейчас не знаю, могу ошибиться, но, кажется, четыре ленточных бора. Шириной, там, 10 километров примерно, и километров 300 вдоль лентой. И мы как раз посередине. Тут Тюменцево, а здесь Кадниково. И они прямо у леса живут, вплотную, а мы посередине. Никто не знает происхождение. Как? Почему лентой? Сказал бы, русла реки нет. И бор Сосновый. Такой хороший лес, строевой. И 350-400 километров, лента идет 10 километров. Вот интересно как. Ну, там Космолинский, там Барнаульский, как называют. Вот такое дело. Ну что, будем прощаться? Да, это, в скайпе я найду потом. Игнатий Лапкин, запомните только. В скайпе вы меня найдете. Я один с этой фамилией, один на весь интернет. Если зарядить там Кузнецов Иван или Владимир, там может быть полмиллиона их. Ладно, хорошо. Ну, с Богом, Иван. Ну, и вам Бог в помощь. Хороших собеседников. Храни вас Господь, да. Все, поняли. Да, и насчет, в мае уже можете на меня выходить, ну, тут через Мир, Мэйл.ру, узнавать насчет лагеря. Уже не лагеря, а именно в домах отдыхать. И там можем договориться, приедут в гости, а тогда вы уже будете приезжать как домой. Хорошо. Ну, с Богом. Давайте, с Богом. До свидания. Ужнавэль. Редактор субтитров М.Лосева 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 М.Лосева. Продолжение следует...